Меня зовут Гузипа Джоукерова. Я хочу поддержать Айбенис Косумову из города Павлодара. Назарбаева многие посылают туда, куда Айбенис его послала. Я его тоже хочу туда послать. Последние годы режим Назарбаева показал свое скотское лицо. Это смерть пяти девочек, когда вместо того, чтобы помочь, они начали преследовать возмущенных матерей. Это взрывы в Арысе, когда люди пешком километрами шли и не было организовано эвакуации. Это разгоны мирных протестов, когда полицейские по приказу жестоко хватали стариков и затаскивали их в автозаки. Это аресты мирных граждан за выражение своих убеждений. Это фальсифицированные выборы, названия своим именем, все, что можно было. Аэропорты, улицы, город. Это фальсифицированные уголовные дела. И, конечно, пределом чаши терпения явилось убийство Дулата Агадила. Я считаю правильным, что друзья сняли видео и показали всем, и показали людям истерзанное тело Дулата Агадила. Мы узнали, что это убийство. И этот режим Назарбаева хочет убедить нас в обратном, что это обычная смерть от сердечно-сосудистой недостаточности. На протяжении 30 лет мы слышим одни обещания. Обещали улучшение жизни в 2015 году, потом в 2020, потом в 2030. Теперь аж 2050 год, оказывается, у нас будет все хорошо. Когда нас уже, наверное, не будет в тот момент. Это наше следующее поколение, будет слышать обещания потом в 2070, в 2080 и так далее. Назарбаев не имеет права быть лидером нации. Он все 30 лет воровал у этой нации. Он главный вор нации. Он не имеет даже морального права быть елбасы. Как можно заводить ребенка со своей дочерью? Пусть даже она не родная, но он воспитывал ее с детства. При живой жене, при живом муже этой дочери. Это позор для нации. Теперь эта дочь или дочь, или любовница метит на президентское кресло. Никакие мои дочери не будут преемницами. Так кажется, говорил Назарбаев в 2009 году. Так что все его слова – это вранье. Вообще противно смотреть на выражения лиц всех депутатов карманных, всех этих министров. А слушать их тем более противно. Один тупее другого. Все их глупые фразы уже разлетелись по интернету. Но коронкой, конечно, стали Назарбаевские фразы. Это «Походите по больницам и по кладбищам», «Купите в кредит две коровы». И теперь еще вчера шарашил этот кризис, когда людям тяжело, когда люди не знают, «Чем накормить детей», он называет «Идеальным штормом». Вообще, кто его учит этим словам? Где он вообще эти фразы находит? Я вообще поражаюсь тупоумию этих вот высокопоставленных чиновников. Никакой помощи от Назарбаевского режима нам не ожидать. Так что деньги выделяют те, что выделили на словах. Прозрачности никакой нет. Контролировать их никто не может. Деньги выделяли кто там? Дочери. Ну, семья одна выделяет деньги, приближенные из карманов приближенных Назарбаеву людей. Так что эти деньги, мне кажется, только на словах. И как они выделят, так они и по своим карманам их обратно и разнесут. Они привыкли, что люди молчат, что люди и в этот раз промолчат. Держат они нас за лохов, конечно. Они считают, что мы не имеем права говорить ничего, не имеем права мыслить, думать, несмотря на то, что у них своих мозгов оказалось абсолютно нет. Я вот теперь к правительству обращаюсь. Вот если у них свои мозги не включаются, то послушайте Облязова. Сделайте так, как он рекомендовал. Ради себя в первую очередь. Сейчас вот не время делиться на оппозиционеров, на своих, на чужих. И если люди сейчас начнут голодать и умирать, то в первую очередь они снесут вас. Так что подумайте об этом. И то, что Облязов предлагает, это конструктивные, конкретные предложения, которые сейчас может спасти не только граждан Казахстана, но вас самих же. Подумайте об этом. Ну, в общем, наших людей я предлагаю всем гражданам Казахстана сейчас объединиться. Наши враги это правительство. Нам нужно объединиться против этого алчного воровского правительства, чтобы этот кризис пережить. Если этого не случится, многие из нас не переживут этот кризис. Это у нас только начало. Посмотрим, что будет дальше. Так что, чем быстрее мы решимся на объединение, на всеобщий такой онлайн митинг может быть мы себя сможем спасти. Так что, предлагаю всем объединиться, продолжить онлайн челленджи, поддержать Облязов сделал заявление, о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру, будет участвовать в выборах. Я поддерживаю Мухтара Облязова, я поддерживаю демократический выбор Казахстана. Я не вижу будущего Казахстана без вот такой партии, как демократический выбор Казахстана. Так что, Алга Казахстан, Алга ДВК, Алга Кущепартиасы, люди, объединяйтесь. Давайте будем вместе в эти нелегкие времена поддержим умных людей, таких, как Облязов, таких лидеров, как Асхаджик Сибаев. Требую от правительства не преследовать активистов в Астане, не преследовать Айбике Касумову, не преследовать врача, который в январе сказал, рассказал о коронавирусе. Это его профессиональная обязанность была, профессиональный долг. И вообще подумать лучше о том, как спасать народ. Спасибо. Продолжение следует...